всю жизнь ты носишь в каждой клетке бомбу замедленного действия пока ты жив ее начинка работает на тебя но когда ты умер она начинает работать на того кто тебя съест все как у зверей при поддержке роял конин представляют кулинарный триллер чукотские деликатесы чем люди отличаются от котиков и похоже на пауков кроме маржей китов медведей птичьих базарах и невероятных красот тундры на чукотке много интересной еды мы ели суп из оленей крови майонез из чайчик яиц что-то вроде винегрета из вяленой нерки с тюленем жиром и диким щавелем строганину из гольца и карии суслика но круче всего были квашеные рыбьи головы чукчи уважают их с детства кислые головки деликатес однако вкусно полезно и из приезжих смешно сегодня я покажу как их готовить чтобы уважить своего внутреннего чукчу но обещайте что не будете кормить этим своего котика для котика есть кое-что получше например корма роял конин ветеринарные врачи и диетологи компании поработали над тем чтобы в этом корме было все что нужно нашим хищным симбионтам для долгой и здоровой жизни ведь полноценное здоровое питание для кошек должно состоять из более чем 50 нутриентов подобранных и сбалансированных на основе результатов исследований если вы кормите кошку готовым кормом роял конин это отличный вариант вернее много вариантов с учетом потребности разных кошек разного возраста и кондиций так что вы легко подберете подходящий именно для вашего зверя чтобы он жил с вами долго и счастливо квасят головы красные рыбы у нас деревне майны пыгина это обычно нерка раньше квасили в ямах но сейчас говорит библиотека ирина николаевна в ямах не делаем потому что медведи съедят медведи стало очень много так что в эмалированной кастрюле вот это все закрыли хребтами нерковыми рыбными и сейчас будем в эту вот все сложили хорошенько и складываем теперь головки о каком порядке это я так умею не солить совсем не солить тручукчи вообще ничего не солят соль это для травоятных а вы их чисто животные дети солей и так хватает получается такой вот аленький цветочек похожий на рафлезию арнольда особенно мухами мухи явно интересуется отгоняем их и плотно плотно заматываем как позже окажется не зря и оставляем все на неделю если тепло ну или на 2 если холодно погоды стоят теплые для чукотки так что уже через неделю нас зовут на вскрытие а мухи таки отложили яйца и из них уже вылупились такие вот крошечные личинки смотрите вон и прямо снаружи кастрюли круто если это зрелище не вызывает у вас восторга не рыбак вы так ладно хорошо то что снаружи мне уже нравится давайте что внутри кастрюля воняет как черный ход в ад сероводород аммиак разлагающийся белок и что-то еще такое очень знакомое за неделю нерка преобразилась кожи и хриси стали мягкими глазам марганцовочно розовыми а мясо из ярко-красного сделалась бледно-оранжевым и если вы в ужасе от того что боже мой они сейчас будут есть гнилую рыбу то спокойно она не гнилая гниение вызывает гнилостные бактерии а тут пока нет никаких бактерий то что с ней произошло называется аутолис самопереваривание посмертное размягчение ткани под действием собственных ферментов последнее что клетка делает собою сама сама сама-сама да каждая клетка нашего организма кункурами ретроцитов носит в себе ферментную бомбу замедленного действия это лизосомы маленькие кислые пузырьки с протеолитическими ферментами при жизни эти крайне активные органические катализаторы работают в очистке а также разлагают лишние клеточные элементы например растворяет хвост ловастика и заживо переплавляют гусеницу в бабочку но после смерти организма мембрана лизосомы разрушается и ферменты вытекают цитоплазму в каждой клетке как будто бы лопаются маленькие ванной кислоты для утилизации трупа закисление ткани не дает размножаться бактериям и мышцы хрящи и кожа размягчаются исключительно под действием собственных ферментов как шашлык в маринаде это что-то вроде внешнего пищеварения у пауков которые впрыскивают пищеварительные ферменты в жертву а потом высасывают полученную кашицу только здесь ты даже не тратишь собственные ферменты твоя еда любезно переваривает себя сама мы хитрые ленивые homo sapiens обожаем такие лайфхаки это у хищников ядреный желудочный сок заточен под переваривание свежего мяса а нам королям всеядности лучше заходят полежавшие подвергшиеся автолизу самопереварившиеся или как это называют гурманы созревшие вот за это наши саванные деды воевали с древними гиенами а то думаете почему люди не любят гиен да мы вообще терпеть не можем конкурентов даже таких миленьких и воевали мы с ними в том числе и за сладко пахнущие остатки копытной добычи крупных древних кошачьих да гармония мира не знает границ когда-то котик кормил тебя а теперь ты кормишь котика слушайте она на дуриан похожа реально это как будто бы не сладкий дуриан ох ничего себе как на материке вот класят же эту капусту у нас тоже вот только на квашеную капусту не похоже вообще так хочу не еще и откроем языка а щечки едят обязательно вот вот эту снимите вот удерните это легко сказать не очень-то умею выдергивать а дальше о аутопси-осмерка делью не не получает делал человек пропадет в тундре дадут готовую нервную и тут не сможет разделать вот это вот можно есть то что правда дуриан похоже есть такой трофический фрукт считается король фруктов у него такой очень странный запах действительно похоже на вот эту рыбу а на вкус он как такое вот как крем-дрюле и вот только дуриан сладкий а рыба не сладкая а так они вообще очень похожи и главное плоду дуриана тоже надо запустить аутолиз и размягчиться чтобы получить тот самый запах и вкус на который теряя голову сбегаются братья наши орангутаны сжирают мякоть урча и после рассеивают дуриановые семки везде где те попросят выхода то есть именно ферментное самопереваривание делает дуриан таким привлекательным для размножающих его приматов мерка конечно размножается другим способом но с гурманской точки зрения поразительная конвергенция а вот можно просто купить голову нерки в магазине и вот так вот запасить стеклянные банки стеклянные банки если одну голову вот из-под борща пойдет банка стеклянная куда темная в темное теплое место мы вот это вот неделю квасили на неделю погода зависит если солнечный то через неделю тепло это чукотское тепло это здесь было градусов 18 наверное потому что в нашей комнатной температуре которые 20 так ну что николаевна вы что сейчас все сидим я на работу уже скоро вот нормальный обед майна пыгинского библиотекаря вышел на часочек откопал кастрюлю так что записывайте рецептик наш мозг обожает разнообразие и новые впечатления в виде ведь наша уникальная всеядность очень помогла нам стать такими умными так что не отказывайте себе в этом удовольствии хотя ваш котик конечно такое бы есть не стал ну так и вы не едите его корм или все таки с вами было все как у зверей пока но путешествовать с нами можно в местечке и потеплее с 5 по 16 марта летим с нами в райскую шри-ланку страна все в одном киты и слоны джунгли горы пляжи все лучше из тропиков на одном острове а на майские поехали ко с нами в иран города золотого треугольника персии великолепные нацпарки где почти не ступала нога туриста там будет так круто что мы даже кино про это снимем и вы можете в нем быть это вкус trip познавательные путешествия со все как у зверей ссылка под видео